Всех рад приветствовать, дорогие подписчики, уважаемые наши гости. С вами команда Николая Сомсикова, агентство недвижимости «Титул» Ваш Побединский Владимир. Друзья, едем изучать домовладение для нашего уважаемого клиента, нашего подписчика. Дом, друзья, находится в Краснодарском крае, в станице, чтобы вы понимали, Бериясловской. Это у нас Брюховецкий район. Немножко забыл название, пришлось, друзья, честно скажу, подглядеть, как-то из головы на секунду, на мгновение вылетело. Друзья, станица довольно-таки развита, не самая маленькая. Население в районе 8500, есть абсолютно все необходимое. Несколько школ, детских садиков, больницы, ЖД вокзал, множество разных магазинов, магнитов, пятерочек, банки, аптеки, все это здесь, друзья, присутствует. Парк для отдыха, также речка есть, где покупаться, можно рыбу половить. Есть и храм, я думаю, тоже многим людям будет это довольно-таки важно. И будем ехать сейчас мы, друзья, через всю станицу по одной из главных дорог, проедем школу, все сейчас вам покажу. Друзья, для вас не забывайте, наша команда Огентства недвижимости Титул точно так же с огромной радостью съездит и изучит любой абсолютно интересующий вас дом. Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовскую область, друзья, лично я для вас езжу и с огромной радостью поеду. Лично для каждого изучу интересующий вас дом. Я уже ездил, как говорится, сэкономлю ваше время, ваши деньги, занимайтесь спокойно дома, продавайте дом, готовьтесь к переезду, сообщайте, друзья, нам за несколько месяцев до вашего переезда, чтобы мы для вас подобрали максимальное количество интересных домов и вы уже для себя определились. Спокойненько, за чашечкой кофе вечерком после работы сидим, изучаем ваш будущий, друзья, как говорится, дом. Вся информация внизу будет под роликом в описании по домику, который будем изучать. Естественно, контактные данные нашего помощника Эльвиры Дерновой, друзья, все интересующие вопросы задавайте сразу ей по поводу сотрудничества и, конечно же, все вопросы по дому. В доме, кстати, мы будем с вами изучать, может, интересный дом кирпичный, площадью, друзья, в районе 100 квадратных метров, то есть дом интересный, сделан ремонтник, обязательно смотрим обзор вместе со мной до конца и, возможно, и вас заинтересует этот дом. Обязательно также, друзья, обратите внимание на наши социальные ссылки внизу под роликом в описании, сети, инстаграм, телеграм, одноклассники, ВК, тикток. Действительно много материала снимаем ежедневно с нашей командой, которого нет на основном канале, туда попадают много хороших объектов, поэтому, возможно, для себя очень интересный подберете домик именно там, друзья. Еще что интересного, смотрите под данной станицей, она фактически граничит с районной станицей Брюховецкой, то есть здесь буквально до Брюховецкой 4-5 километров, не больше, друзья. И в Брюховецкой вообще есть там все, и рынки, автожд, вокзалы, там банки, но там станица уже в районе 50 тысяч населения, такого станица городского типа. Нет, стоп, Брюховецкая это в районе 25 тысяч, друзья, чуть не перепутал. Ну, короче, станица, честно вам скажу, тоже действительно очень такая развитая станица, можно сказать, городского типа. Проезжаем магнит. Кстати, домовладение вот здесь вот остается чуть меньше, чем полкилометра, друзья, имейте в виду. А вот дальше уже как раз пошла дорога, выезд на Брюховецкую. Тут 3-4 километра, и вы уже, друзья, в Брюховецкой. 300 метров остается до дома. Улица к дому подходит асфальтированно. И то, как говорится, тоже не может, друзья, не радовать. Так, что у нас тут? Интернет наверняка есть по улице Скоростной. Я уже не раз тоже приезжал в эту станицу, знаю точно, интернет Скоростной здесь, друзья, имеется. Сейчас мы более подробно все изучим, посмотрим. Обязательно вместе со мной, Биберинцев, уже смотрим ролик до конца. Вот, кстати, пицца тут рядышком продается. Чебурики, друзья. Так, смотрим, где-то у нас тут будет сейчас наш домик. Тут, смотрю, пивасик продается. Так, секундочку, друзья. Не пойму, проехал я, что ли? Сейчас еще раз посмотрю. Так, да нет, вроде бы. Сейчас я адрес уточню. Да нет, нет, вроде бы. Должен быть. Здесь. Сейчас развернемся, автомобиль пропустим. Друзья, по расстоянию давайте вам расскажу. Чуть не забыл. До города Краснодара здесь будет в районе 110 километров. До Черного моря будет в районе 220 километров. До Азовского моря здесь будет буквально час езды в районе 80 километров. На какое уже, как говорится, пожелаете море. Езжайте, отдыхайте. И радуйтесь жизни. Ну и здесь в станице, друзья, тоже и речка, и охота доступна вам. Зайцы, лисы, фазаны здесь, как говорится, в большом количестве обитают. Так, наверное, вероятнее всего, надо будет вот сюда как-то проулок, да, завернуть. Так, да, да, друзья. Вот сюда все правильно. Все, разместим тут автомобиль. Прямо перед вашим домом у вас имеется тут магазинчик. Всем заранее приятного просмотра. Присаживайтесь поудобнее. Чаё, кофеёк достаем. Вкусного что-нибудь пожевать, друзья. И всем приятного, ещё раз говорю, просмотра. Начнём отсюда. Сразу с заезда, друзья, изучать ваше домовладение. Асфальтированная дорога подходит. Здесь заезд тоже просыпан камнем, плотненький. Основание крепкое. Дождя можете не бояться, к дому подъезжаете чисто. Вот сюда в магазинчик, друзья, я зашёл, посмотрел. Здесь именно такая больше пивная точка. Воды купить, пиво, чипсов, сигареток. Как говорится, если мужики, друзья, уже приехали домой отдыхать вечером, захотели пивка, далеко идти не надо. За сигаретами тоже, как говорится, рукой подать. Давайте пойдём в сторону дома. Будем изучать сам уже непосредственно домик. Тут у нас видим, друзья, распашные, ой, извиняюсь, распашные, откатные ворота, что тоже, в свою очередь, удобно. С снегом, если бывают всё-таки у нас, друзья, снежные дни, завалило. Очень удобно, отгребать не надо. Откатили одной рукой и спокойненько автомобиль во двор, друзья, загнали. По коммуникациям давайте обозначим счётчик на воду. Находится у вас вот здесь вот за магазином. Тут имеется доступ. Небольшая яма такая, кирпичом выложено. И вот он здесь, счётчик. Друзья, по улице проходит скоростной интернет. В данное домовладение он не заведён. Подвезти без проблем. Такая здесь возможность имеется прям в лёгкую. И будете с хорошим уже скоростным интернетом. И пойдёмте с вами уже посмотрим сам двор. И, конечно же, домик. Обширная территория. Широкая прям такая. Видим территория двора. Дом так сделан чуть вглубь. То есть есть, в принципе, перед двором место для вашей фантазии. Как говорится, вагоны маленькая тележка. Либо будете бетонировать территорию, либо засадите фруктовыми деревьями. Тут, конечно, как уже пожелаете. С левой стороны забор металлопрофиль. С правой стороны тоже, друзья, соседи забор металлопрофиль. Вот это вот помещение соседское тоже, получается, стоит у вас здесь на меже. Это, смотрю, растёт маленький молодой пирсик. Фруктовые деревья тоже здесь, друзья, имеются. На задней части уже территории, скажем так, на хозяйственной. Сейчас мы туда с вами дойдём. Гаража, друзья, нету. Под птицу есть небольшое хозяйственное такое помещение. Не капитальное. Есть, короче говоря, где держать птицу, скажем так. Яичко домашнее у вас здесь точно будет. Но если уже захотите расширяться, держать, скажем так, чего-то побольше, на самостоятельном, понятное дело, друзья, уже сами всё достраиваю. По дому давайте я вам расскажу уже. Дом полностью, друзья, кирпичный. Внутренняя стена, блок, вернее, да, внутренняя стена, блок получается. А сверху уже облицовано всё итальянским кирпичом. Дом 2019 года постройки. Мансардный этаж, фронтон. И с обратной стороны отсюда закрыт такими досками USB. Там, друзья, специально сделали, закрыли так, для того, чтобы, если будет желание делать уже мансардный этаж тоже жилым. Короче говоря, был туда лёгкий доступ. Чем закрывать, тоже уже, как говорится, самостоятельно решите. Три сплит-системы в доме. Все они, друзья, остаются. В доме сделан современный качественный ремонт. Я думаю, вам понравится. Я в дом уже заходил. Мне скажу, друзья, понравилось. Свежайшая крепкая отмостка имеется вокруг дома. Здесь, кстати, друзья, имеется и скважина. В районе 15 квадратных метров. 15 метров глубиной на поле, друзья, хватает абсолютно на всё. И здесь за домом счётчик видим на газ. И здесь же счётчик, друзья, на свет. Сплит-система. Что касается крыши, металлочерепица. Водосточная система по кругу абсолютно присутствует. Водостоки, водосточные трубы. Снегозадержатели по крыше имеются. Это, как я уже сказал, друзья, дом вокруг обошёл. Дом в идеальном состоянии. Понятное дело, кое-где, допустим, при разгрузке на кирпичах были небольшие скулы. Но это, друзья, именно что касается небольших скулов на кирпиче. Сам дом очень добротный. Хозяюшка сама с Владивостока. Дом продают, собираются уезжать обратно. Говорит нам, дом здесь большой. Поедем обратно к себе на родину. Покупали в состоянии коробки. Фундамент хозяюшка не знает, насколько здесь глубокий был. Но говорит, тут что-то пытались какую-то водопроводную трубу кинуть. Даже не смогли там пробиться. Имейте в виду, в этом плане всё хорошо. Да и дома уже получается третий год. Понятное дело, он уже усадку свою дал. Были бы какие-то вопросы, мы бы уже с вами это дело заметили. Стена абсолютно в идеальном состоянии. Вообще дом полностью в идеальном состоянии. Понятное дело, друзья. Новый дом, пластиковые окна, розетка. Смотрите, есть, я так понимаю, под спле-систему с этой стороны стоит освещение. Над входом имеется. В доме, кстати, два входа. Первый, основной, конечно, вход и выход с кухни. Можно там террасу сделать, будет придумать интересную. Выход есть и из кухни. Давайте покажу, как выглядит территория отсюда. Здесь прям значительная такая площадь. Как говорится, под любые ваши уже фантазии, нужды. Двор здесь, друзья, свободной планировки. Можно здесь навес сделать к забору. Кинуть, соответственно, автомобиль оставить. Если не захотите, допустим, занимать место, строить гараж, а что-то другое. Ну и с вами выходим уже на заднюю часть двора. Здесь начинается огород, молодой сад. Хозяюшка открыла калитку туда специально для птицы, чтобы они не подходили. Зелень клевали. Как говорится, бурьян весь собрали, склевали. И давайте развернемся, посмотрим на домик отсюда. Видим, здесь тоже фронтон закрыт, USB. Есть освещение и с обратной стороны дома. Розетка внизу еще тоже присутствует, что-то подключить. Оборудование, ступеньки забетонированные. Цоколь, видим, полностью кирпичный, друзья. Вижу, гидроизоляция на цоколе также присутствует. Видим с вами полностью стена в идеальнейшем, друзья, состоянии. По состоянию дома, по его добротности, вопросов нет абсолютно никаких. И давайте отсюда еще пройдем. Здесь смотрим. Вот именно в этом месте где-то меньше метра вход. И все так именно по документам границы и есть. Сейчас тут продул аккуратненько. Так, смотрим. Вытяжка, соответственно, котла. Здесь вытяжка, воздух выходит, принудительно работает на туалет, чтобы не было запаха. Тоже очень продуманно. Вот по сколам, что я имел в виду, друзья. Вот такие вот кое-где. То есть это не весь прям абсолютно. Это в некоторых местах буквально только встречается. И мы сюда, друзья, с вами уже дошли до конца. Сюда мы посмотрели. Пойдемте до конца участка дойдем. Расскажу вам сейчас по фруктовым деревьям. Здесь полный набор, как говорится, кубанский. Не могу сейчас сказать точно, где какое дерево. Но здесь есть и яблоня, и груша, и черешня, и вишня, друзья. И слива имеется. Вот по поводу абрикоса не уверен. Не уверен. По-моему, вот абрикоса нет. Если захотите, конечно, думаю, уже досадите самостоятельно. И в конце тоже есть такая вот загородка как раз под хозяйство, по птицу здесь хозяюшка с хозяином делали. Забор видим здесь просрачный, прозрачный на, скажем так, серьезном металлическом каркасе. Все это держится. И теперь давайте пока посмотрим, где у вас будут жить птички. Ну, либо вы здесь для себя сделаете зону отдыха, потому что в конце растет дерево, большой грецкий орех. Здесь дает прекрасную тень. Для птицы, кстати, тоже это, конечно же, друзья, немаловажно. Потому что лето у нас здесь действительно жаркое, и птице надо где спрятаться. Давайте сюда тоже заглянем. Новенькое помещение, свежайшее. Насесты есть. Несутся, занимаются. Молодцы. Вот такая вот у нас здесь, друзья, территория двора. Пойдем сейчас в дом. В доме вам точно обязательно все понравится. Как я уже сказал, в доме современный, хороший, качественный ремонт. Полы и плитка, ламинат, натяжные потолочки. По стенам новенькие обои поклеены. Сделано все так из современных материалов. Именно вот на глаз мне понравилось. Смотрится все очень так прям классно. Поэтому досмотрим, друзья, обязательно ролик до конца. Если дом понравился, все вопросы задаем Эльвире Дерновой. В описании обязательно найдете все контактные данные. Письменные, голосовые сообщения оставляем. И, конечно же, друзья, не забываем. Для вас мы точно так же с огромной радостью, я и вся наша дружная команда, поедем и изучим любой интересующий дом. Краснодарский край, Ставропольский край. И, конечно же, друзья, я для вас в Ростовскую область лично готов поехать. Ваш, как говорится, Володька. Так, друзья, давайте проверим освещение здесь. Тоже все работает отлично. Кстати, по поводу септика, друзья, не рассказал. Здесь огромная сливная яма. Ни разу еще не приходилось откачивать. Тоже хозяюшка не знает, сколько, но точно, колец здесь. Говорит, яма здесь огромнейшая, говорит, просто. Вот в этом месте она находится. Вот он как раз. Очертание мы видим. Где тут конкретно люк, не скажу, друзья. Но ближайшую десятилетку откачивать здесь точно не придется. За это можете не переживать. По поводу, кстати, еще крыши тоже уточнял. Здесь сверху все как положено. Утеплитель есть. Хозяюшка, говорит, деньги выделяла. Говорит, видела. Лично как рулоны утеплителя привозили. Точно не может сказать, что за утеплитель. Ну, конечно, друзья, утеплена. И сам дом очень теплый. По коммунальным услугам тоже уточнял. Говорит, хозяюшка, 3-4 тысячи приблизительно выходят коммунальные услуги. Ну, понятно, сейчас ЖКХ цены растут, поэтому может цена немножко подрасти. Входная дверь в идеальном состоянии. Современная, довольно-таки толстая. Несколько замков. Дверей, друзья, входной вопросов тоже абсолютно никаких нет. И с вами попадаем в такую вот прихожую. Смотрим. Высота потолка сразу бросается влаза. Где-то в районе 2,70-2,80. Натяжный потолок. Точечные светильники. Посерединке вот здесь, скорее всего, просто перегорела лампочка. Современные качественные обои. Везде чистенькие, аккуратненькие. Стыки не просматриваются. Нигде не подраты. И при входе у нас здесь на полу плитка. Здесь у нас, друзья, нетеплые полы. С правой стороны размещается радиатор отопления. Освещение произошло. И сразу включили. Удобно. Давайте пройдемся до этого угла. Что еще мне понравилось? Хорошая планировка. Абсолютно все комнаты здесь, друзья, раздельные. По поводу мебели. Вероятнее всего, много что, друзья, возможно, останется. Все по договоренности с хозяюшкой можно будет, конечно же, обсудить. Все межкомнатные двери в одном стиле. Все видно сразу устанавливалось. И что мне еще, друзья, понравилось? Очень много розеток. Так, зачастую хожу. Вот лично мне розеток не хватает. Так, а где тут? Я где-то видел, розетка тоже тут была. А вот здесь с розетками прям по комнатам отлично. Вон одна вижу. Так, а вот здесь вот она точно. Вот она здесь за пушиком спрятана. Тут вот вторая розетка. Именно в этой комнате. Пойдемте с вами далее. Вот здесь вот прихожая. Я даже на скидку не скажу. Но, наверное, вот общая площадь данного холла, прихожая. Ну, так вот. Пять-шесть и так. В общем, квадратов 10-12, не меньше. Пойдемте по порядку. Начнем с первой комнаты. Друзья, в комнатах, как говорится, свободного назначения. Говорит, хозяюшка этой комнаты даже не пользовались. Сходите в спальню, ходите в гостиную. Детскую, конечно, вряд ли. Потому что комната действительно здесь большая. В районе 20 квадратных метров. Симпатичные такие обои. Видно, обои хорошие. По вопросам, по обоям тоже никаких нет. Аналогично. Натяжной потолок. Сплит-система тоже в этой комнате присутствует. На полу, друзья, ламинат. Тоже уже походил по дому. Нигде никаких скрипов ламинат не сдает. Вот и по розеткам. Смотрите, две штуки здесь имеем. Две штуки здесь имеем. Развернемся. Две здесь, три внизу и две еще вверху, друзья. Ну, по-моему, подключить хватит вообще здесь что угодно. Вот так вот выглядит комната. Плинтуса снизу есть, сверху тоже плинтуса есть. И давайте посмотрим по окошку. Современные радиаторы отопления по всему дому. Естественно, медная хорошая проводка. И чистейшие, друзья, откосы. В лесене здесь такого черноты нет. Тепло хорошее идет, батареи влаги здесь не будет. Видим на две позиции окно с москитной сеткой. Все как положено. Еще раз развернемся. Смотрим. Друзья, комната полностью готова к вашему переживанию, как говорится. Идемте далее. Следующая комната у нас тут спальня. Тоже очень немаленьких размеров. В районе где-то 18 квадратных метров. Друзья, все аналогично. Хороший ламинат на полу. Хорошие симпатичные обои. И точно так же, друзья, натяжной потолок. И что немаловажно, в этой комнате также, друзья, присутствует сплесс-система. Смотрим также по окну радиатор. Смотрим. Подоконник, конечно, смотрю, тут немножечко поцарапанный. Ну вот единственный момент. Видимо, во время еще ремонта немножко неаккуратно. Тут что-то ставили. Также на две позиции. Но вот у самого окна работает четко, абсолютно без вопросов. Вот это вот здесь лицевая сторона дома. Ну вот тут прям напрашивается какая-нибудь красота, декоративная зона, чтобы было приятно выйти с утра, проснуться так и всю эту красоту лицезреть. Еще раз посмотрим комнату. Смотрите, розетки возле кровати. Три штуки присутствуют. Развернемся под телевизор, под все необходимое. Еще три штуки. И вот здесь, друзья, еще три штуки. Девять розеток на комнату. По мне так лучше не придумаешь. Так, все, друзья, по комнате, я думаю, тоже понятно. Идем с вами далее. Свет включаем. Здесь у нас совмещенный санузел. Дверь, кстати, закрывается на замок. Остекление непрозрачно. И смотрим везде, что мне еще понравилось. В доме абсолютно без переходов. Ровненькие полы. Такая же плитка, как и в прихожей. В один стиль. С правой стороны ванна, раковина. На каждую, как говорится, свой кран. Напор хороший. Горячая, холодная вода. Вода, кстати, неплохая. Довольно-таки мягкая. Можно пить даже здесь, друзья, из-под крана. Ванна, ну, скажем так, есть небольшие, скажем так, скулы. По краске. Но так она. Ванна чугунная, кстати, друзья. Ванна хорошая. И аккуратненько здесь тоже закрыта. Чтобы туда можно, кстати, всякие там моющие средства спрятать. Еще что-то под ванну. Давайте развернемся. По стенам тоже везде аккуратненькая плитка. Полотенце-сушитель тоже немаловажно. Натяжной потолок, порточка для проветривания. Имеем. Здесь две розетки, здесь две розетки. Прямо красота. По сантехнике в хорошем, в идеальном состоянии. Целенькое тоже все исправно. И давайте еще раз посмотрим отсюда. В районе где-то 6-7 квадратных метров, друзья. Прямо место чувствуется просторно здесь. Полы здесь тоже, к сожалению, друзья, не теплые. Но тем не менее, я вот хожу, бывает по дому ходишь, ноги прям замерзают. Друзья, ногам чувствуется прям вот комфортно. Все хорошо. И, кстати, что еще интересно, вот здесь вот присутствует принудительная вытяжка. Подошли таким образом. Чик сделали, выключили и включили. Запахов у вас здесь никаких не будет, друзья. Зафиксировали. Закроем. Идемте далее. Здесь у нас кладовая, хотел сказать, кладовая, гардеробная. В принципе, можно, допустим, сделать здесь и детскую комнату. В данный момент это используется как гардеробная. Тоже абсолютно в таком же аналогичном ремонте комната. Давайте пройду полок. Здесь на самом деле очень много. Возможно, вам, друзья, эта кладовая будет очень даже... Кстати, две розетки и тут присутствуют. Радиатор и распределительный щиток находятся на дом также в этом месте. Сейчас посмотрим. Не подписывали? О, кстати, смотрите, еще и все подписали. Отлично. Окно на проветривание тоже здесь присутствует. Конечно, да, если будет детское освещение, конечно, будет не хватать, потому что окошко маленькое. И оно именно и планировалось здесь, друзья, как гардеробная. Все, то есть оно все в стену, уже вкручено. Здесь потому что оно уже такое прям встроенное, как говорится. Так, все, зафиксировали. Ну, теперь, как говорится, венец этого дома, кухня. Тут прям, конечно, я зашел, сразу обалдел. Каких размеров, друзья? Здесь кухня, столовая, гостиная в районе где-то 40 квадратных метров. Высота потолка аналогична также где-то 2,70-2,80. Здесь уже единственное место, где потолок гипсокартон ненатяжной. На него поклеены обои. Здесь, друзья, так, плитка, да? Это у нас такая интересная здесь плиточка. Действительно прям интересная. Огромных, конечно, размеров помещения. По стенам везде обои поклеены. Вопросов по огонам абсолютно никаких нет. И то с потолком тоже, друзья, все отлично. Никаких ни пятнышек, ни потеков. Имейте в виду, все здорово. Трубы отопления. Три розетки здесь под телевизор. В районе, кстати, сплит-система тоже есть. А вот она, как раз провод выведен. И вот оно как раз с улицы и включается. Две розетки имеются здесь. Понятное дело радиатор. Кстати, обратите внимание, какой он большой. Тепло дает. Прям хорошо. Окно на две позиции. Далее смотрим. Откосики чисто. Тут смотрим. Чисто. Все тут. Петрушку, укроп. Хозяюшка будет своего мужчину вкусными борщами, сыпами кормить. Вот это молодец. Так, дальше, друзья, смотрите. Сам кухонный гарнитур. В идеальнейшем состоянии. Новый, современный. В один стиль сразу со столом, кстати, одного цвета. Смотрим, розетка есть и с этой стороны. И вот такая вот кухня. Приятный очень такой глазу цвет. Смотрите, тут у нас располагается котел. Котел, друзья, немаловажно. Двухконтурный, горячую, холодную воду сразу подает. Насос тоже на него не нужен. Там подкачка у него самостоятельная. С напором, с газом, с отоплением, все хорошо. Напор по воде тоже великолепный. Столешница и зона фар, только все тоже в один цвет. Специальная поверхность, порядок. Навести хозяюшкам тут проблем не составит. Очень, как говорится, большая куча тут розеток. Целый ряд, пять штук, друзья. И микроволновки, и чайники, и еще что-то. Подключить здесь место есть. Еще раз посмотрим. Друзья, по мне так идеально. Дом полностью готов к вашему проживанию. Под холодильник тут тоже, смотрите, розетка присутствует. Все здорово, все отлично. И вот он уже выход на заднюю часть двора. Но тут тоже, друзья, терраса напрашивается. Открываем. И вот здесь можете уже какую-нибудь закрытую часть, террасу, зону отдыха для себя сделать. Тут уже, друзья, разберетесь самостоятельно. Посмотрели с вами мы такой вот домик. Надеюсь, друзья, обзор вам понравился. Как всегда, делимся своим впечатлением, мнением, комментарием. Домик, как говорится, не судим слишком строго. Дом, друзья, смотрел для нашего уважаемого клиента, нашего подписчика. Что и для вас, конечно же, друзья, доступно. И с радостью мы сделаем. Поедем точно так же, изучим любой абсолютно интересующий вас дом. Краснодарский край, Ставропольский край, друзья, и Росковская область. Не забываю напоминать, с огромной радостью для вас, ваш Володька. С огромной, поеду, короче говоря, изучу вас интересующий домик. Как говорится, сэкономлю ваше время и сэкономлю ваши деньги. Хотя, на самом деле, сильно по дому, что тут придираться, друзья. Дом интересный, дом новый, современный. Из современных материалов. Простоит, прослужит вам еще очень долго. Новая проводка, новая крыша, новый септик. Новейший, свежайший, качественный ремонт. Все полностью готово, друзья, к вашему проживанию. Свободная территория двора свободной планировки. И уже, как пожелаете, друзья, обустроите, облагородите. Школа рядом, магазины рядом. Районная станица, буквально тоже тут 5 километров, все рукой подать. По инфраструктуре, друзья, все тоже великолепно. Моря близко. Час до Азовского моря, два часа до Черного моря. Тихая станица, асфальтированная, приятная. Я думаю, вам, друзья, жить тут понравится. Абсолютно вся информация по данному домовладению будет внизу под роликом в описании. Площадь земельного участка, цена, площадь дома. Как и контактные данные нашего помощника Эльвиры Дерановой, друзья, которая вам поможет по всем абсолютно интересующим вопросам. Звоните, задавайте по данному домику. По цене может что-то поменяться. И, конечно же, по вопросу сотрудничества все точно так же можно будет, друзья, обсудить с ней. Если активно ищите дом, обязательно подписываемся на наши социальные сети. Инстаграм, Телеграм, Одноклассники, ВК, друзья, ТикТок. Очень много домов, которых нет на основном канале. Ежедневно с командой снимаем. Не все дома клиенты покупают. Но действительно хороших домов, друзья, очень много. Есть что выбрать. Поэтому изучаем, звоним, обращаемся. Не забываем, конечно, посоветовать нас близким друзьям, товарищам. Но, возможно, тоже кому-то поможете купить хороший, интересный домик. И люди вам будут благодарны. И от нас, конечно, друзья, огромное спасибо. Наша, как говорится, лучшая награда – это ваши рекомендации. Значит, мы работаем хорошо. И есть ему, как говорится, стараться работать для вас, друзья, еще лучше. Уважаемые наши продавцы и хозяева, хозяюшки. Если вы продаете активно свое домовладение, с радостью наша команда агентства недвижимости «Титул» поможет и вам. Приедем к вам. Либо я, либо ваш Николай Сомсиков. Сделаем обзор на ваши домовладения. Ролик выйдет уже на основном YouTube-канале, друзья. Ваши объявления увидят десятки тысяч людей абсолютно по всей России. И имеют они прямую коммуникацию, друзья, с вами под каждым нашим роликом. Мы указываем номер телефона хозяюшки, номер телефона, адрес точный домовладения. И люди, все, кто посмотрят ваш дом, захотят поинтересоваться, сразу же вам будут звонить и спрашивать, задавать вопросы. И, друзья, как говорится, лучшая коммуникация, конечно, это сразу коммуникация покупателя, продавец. Потому что, ну, не все иногда, скажем так, могут позвонить риэлтору, хотят больше позвонить, конечно, продавцу. Это, я считаю, тоже большой, конечно же, плюс. Друзья, всем спасибо за внимание, всем благ, всем здоровья. До новых встреч!